Все мы с вами живем вот в это несчастное время. Войну сейчас, войну сейчас, никто, к сожалению, прекратить не в состоянии. Войну сейчас, никто, к сожалению, не прекратит. И эти обстрелы сейчас, к сожалению, их невозможно прекратить. Сейчас люди там точно так же самое деть. И защищают нас с вами, и стоят там сейчас на передовой. Поэтому послушайте, 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 послушайте. Все вопросы по поводу техники, которые там сейчас, возможно, где-то выезжают и стреляют за Ктеновского поселка, все это будет под контролем. И будут только соизмеримые ответы на украинские обстрелы. По поводу, сейчас эти обстрелы, никто, никто, не бывает чудес, к сожалению, к сожалению. И обстрелы сейчас прекратить никто, даже с Захарченко, не в состоянии. Послушайте, послушайте, послушайте. Это война, это война, и, к сожалению, она идет. Если вы хотите, чтобы шел обстрел по центру, но это вопрос не ко мне, а к украинскому правительству. Уезжайте туда, попросите, чтобы... Да послушайте, вот. Я вам говорю, что да, все эти вопросы, они поставят под контроль. То есть, эту технику, которая там стоит, будет под контролем и будет отвечать только на соизмеримые выстрелы этих хохлов, рёбанных. Послушайте, дальше. По поводу всех, по поводу... Люди сейчас все переживают, как там оставаться и как там находиться под этими обстрелами. Конкретно я, вот в Липе, в такую хреновину, нахер бы не, вроде бы была, но попало-то. Меня познакомили с министром соцполитики, дали соответствующий номер телефонов. И все люди, которые сейчас нуждаются в переселении, сейчас конкретно с Октябрьского посёлка, не имеют возможности в финансах и прочее, и не хотят уезжать куда-то далеко, пожалуйста, на мой номер телефона звоните, давайте мне списки, кто, может быть, кто-то не в состоянии сам переехать. Подождите, обращайтесь, послушайте, обращайтесь ко мне, я буду передавать эти списки министру соцполитики. И все эти люди мне пообещали, что все люди, которые хотят переехать, подождите, все люди, которые хотят переехать, будут переселены в центр города. А как вообще житель, да, если ты хочешь, чтобы тебе сейчас подарили квартиру, но никто не подарит. Вы же головы не прыгнешь, к сожалению. Все запросы, послушайте, послушайте, подождите, подождите, подождите. Да если я выйду с машины, я меня не буду слышать в микрофон, поэтому я сижу. По поводу, по поводу имущества, по поводу имущества и спокойствия граждан за свои дома и квартиры. Да, сегодня вот самый человек сидит из комбинатуры, поставили на уши там всю эту комбинатуру и пообещали, и сказали, что все тонки металла, которые сейчас открылись, и по поводу металлопунктов этих всех, и по поводу продажи там спортного, вот, можете продавать соседям, чтобы сейчас уже уходили в бега, потому что их сегодня уже там не будет. Где они там будут закрыты на какое-то количество времени, это уже другой вопрос, это вопрос уже их безопасности и жизнедеятельности. Вот, послушайте, и с сегодняшнего же дня помещали, что все, будет патрулирование улиц, и все люди, которые будут замешаны, хоть в малейшей какой-то краже и прочем, будут очень строго наказаны. Вот. Это все, что я... Это все, что я... Но она, к сожалению, прекратиться сейчас не может. А потому что воевать надо, а не дурочку валять. Что он услышал за микрофон это? Что я могу сказать? Все, кто ходит... Дуркуйте, ты ходь, не по гору. Нет! Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Так, приготовите ручки все, давайте. Да, берите, вы, 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 вы. Да, квартиру, я, другом, не дошел, вы, 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 вы. Да, нет, 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 нет. Комендантские роты и патрули будут патрулировать. К сожалению, с этим вопросом здесь решить нельзя. 0,99, 0,31. 0,99, 0,31. 57, 67. Меня зовут Алексей. 67? Нет. Это тоже, как и вы. Вам сказали нам телефон. Заходите, позвоните. Я возил инициативную группу в количестве 11 человек в главе государства. И вот этого человека он...